здравствуйте друзья в этом видео поговорим о небольшом и недорогом устройстве для умного дома которая может существенно повысить удобство и комфорт это беспроводная кнопка работающая по zigbee которая применяется в триггерах автоматизации и позволяет управлять любым другим гаджетом вашей системе светильником реле розеткой всем что может участвовать в разделе действия автоматизации кроме штатной системы управления tuya smart рассмотрим интеграцию в home assistant через zh и zigbee tmqtt и связанные с этим нюансы перед тем как мы начнем по традиции прошу вас поставить лайк этому видео чтобы его могло найти больше людей интересующихся тема умного дома и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше тип устройства беспроводная кнопка модель i h k 660 3 интерфейс zigbee 3 0 количество действий 3 одиночный двойной клик удержание не менее 3 секунд питание батарейка cr2032 3 вольта заявленный срок работы не менее года размер 50 на 14 миллиметров диапазон рабочих температур от 0 до 55 градусов цельсия поставляется кнопка в небольшой белой картонной коробке на фронтальной стороне ее изображение и логотип tuya smart сзади небольшая таблица с параметами про которые я уже рассказал и qr-код для скачивания приложения кстати в нем изображен логотип smart life а не tuya smart комплекте поставки кнопка инструкция моем случае батарейка приехала вместе с кнопкой но некоторые магазины и и не шлют смотрите внимательно описание лота в инструкции описан способ перевода в режим сопряжения для чего кнопку следует удерживать нажатой 10 секунд пока не начнет мерцать светодиодный индикатор под корпусом не самый хороший способ отдельная кнопка сзади с нажатием с крепкой безопаснее внешне гаджет очень напоминает своего родственника из экосистемы mihome кнопка xiaomi первой версии чуть далее сравним вся фронтальная часть это и есть кнопка нет отдельно выделенной области как у других функционально аналогичных устройств задняя крышка на которую уже наклеен кусок двустороннего скотча съемная когда она будет закреплена на стене снять ее не сложно чуть нажав и повернув корпус кнопки таком состоянии это немного сложнее как я и сказал моем случае батарейка была в комплекте от разряда ее защищает специальная прокладка к слову говоря кнопка ко мне ехала почти полгода я был уверен что она потерялась и продавец давно вернул ее стоимость оказалось что она просто где-то надолго застряла но в конце концов все же добралась до меня как я обещал сравним ее с кнопкой мидзя размер у них идентичный быстро отличить можно по логотипу mihome если приглядеться то создается впечатление что пластик устройства от сяоми немного качественнее но может я и ошибаюсь задние крышки также имеют схожие крепления у сяоми в центре есть описание модели и эту часть наклейка не закрывает у туя наклейка сплошная для перевода в режим сопряжения кнопки сяоми нужно удерживать при помощи скрепки кнопку сзади это безопаснее особенно когда дома есть маленькие дети которые из баловства могут долго держать кнопку нажатой логическую часть начнем штатного приложения ту ясмарк так как это zigbee устройство то для подключения требуется шлюз сначала я попробовал шлюз не у нас зеви 05b 0 но он не смог подключить эту кнопку что я считаю весьма странным но факт остается фактом тем более я предпринял несколько попыток другой шлюз тоже проводной но без поддержки apple home kit от моась с первого раза без проблем увидел и подключил эту кнопку ссылки на обзоры этих шлюза вы найдете в описании по умолчанию герой обзора называется powerful button плагин довольно простой с одной страницей для управления на ней можно задать действие на каждое из событий которые генерируют кнопка одиночное двойное нажатие удерживание на странице настроек указана совместимость amazon алекса google home и smart sync действия для каждого из типов нажатий создаются через создание сценариев в них можно задать какие действия выполнять тем или иным устройством из вашей системы причем действий и устройств может быть много тут в примере переключения состояния розетки нажимаем справа сверху кнопку сохранить так создаем сценарий для каждого из событий кнопки причем эти сценарии можно включать и выключать без удаления это тоже может быть удобно вот так работает сценарий на одиночное нажатие он переключает состояние розетки для события hold держим кнопку пока не погаснет диод и отпускаем еще раз уточню созданные в плагине кнопки связки это не автоматизация на их кладке пусто а сценарий их можно запускать вручную из приложения и нажатием на кнопку если что-то хотите изменить нажимайте на кнопку справа сверху и выбирайте управление сценариями тут их можно отредактировать или удалить для этого нажимаем на кнопку с минусом слева название сценария после этого они исчезают и из плагина для работы с устройствами tuya smart нужно разово подключить аккаунт через меню устройство совместимое с сервисами выбрать его в списке и ввести свои учетные данные после этого совместимые устройства будут пробрасываться в систему автоматически и кнопка действительно тут появилась правда что с ней тут делать непонятно и вообще кнопка тут мимикрирует под лампочку и может быть включена или выключена по умолчанию всегда включена можно сказать что заявленная поддержка в глухом присутствует но вот для чего это большой вопрос для интеграции в home assistant есть несколько методов обычно я проверяю интеграцию комкит контроллер который подключен шлюз на у нас зеви 05b 0 но в данном случае кнопка не захотелось не дружить далее это штатная интеграция ту я которая подобно google home работает на уровне связки аккаунтов ее плюс состоит в том что она работает одновременно с штатным приложением и если устройство в ней поддерживается то она может параллельно участвовать в автоматизациях сразу двух систем управления минус она зависит от интернет к сожалению кнопка не подходит для такого использования как устройство она видна но объекта управления не передает поэтому перейдем к альтернативным методом которые предполагают удаление устройства с штатного шлюза и переподключение к другим координаторам еще одна штатная интеграция home assistant zigbee home automation сокращенно zha в качестве zigbee координатора используются usb stick санок забудонглые на модуле efr32mg 21 с прошивкой multi pan rcp поддерживающий и zigbee и treat подробнее смотрите в моем обзоре ссылка в описании запускаю режим добавить дочернее устройство кнопку отключаю от шлюза и удерживаю для перехода в сопряжение подключилась но объектов для управления тут особо не видно кроме батарейки и действительно на странице устройства есть только батарейка но обратите внимание на правую часть скриншота журнал событий реакция на нажатия тут все-таки есть просто они попадают систему никак изменения статуса сенсора action как это чаще всего бывает а как события для каждого из типов нажатия отдельный тип 0 для одиночного 1 для двойного и 2 для удерживания при использовании в автоматизациях если вы пользуетесь конструктора то все варианты уже будут видны при выборе устройства кроме нажатий еще есть выпадение из сети и изменение статуса сенсора уровня заряда при написании автоматизации вручную что актуально например при использовании пакаджей такой триггер будет выглядеть следующим образом для упрощения можете сделать его в конструкторе затем переключиться в текстовый режим и скопировать как удобно эта автоматизация также переключает состояние розетки по одиночному нажатию теперь проверим zigbee tonqtt у меня установлена самая последняя на дату видео версия 1.33.1 и самая актуальная прошивка для usb координатора sonoff zb donglep от 7 мая 2023 года обновлял я ее при помощи аддона zigstar это очень удобно и быстро ссылка на видео в описании процесс подключения стандартный кнопка поддерживается штатно из коробки устанавливать внешние конвертеры не нужно тут видим что модель соответствует той что указано на коробке и hk663 так и другие zigbee гаджеты с автономным питанием кстати уровень заряда тут тоже есть это конечное устройство она не может передавать через себя данные от других узлов сети на странице экспозиции тут имеется 4 параметра уровень заряда и напряжение на батарейке action куда будут прилетать события при нажатии и уровень качества сигнала по умолчанию скрыто все кроме уровня заряда и action кроме напряжения и уровня сигнала в скрытых у меня есть еще время от последнего отклика устройства вот так выглядят все три варианта нажатий автоматизация тут строится более привычным методом не по событиям как zha а по изменениям статуса сенсора action я считаю что это неплохой вариант кнопки для использования как дублирующего так и основного управления различными устройствами светом питанием да чем угодно можно использовать даже как мастер-выключатель возле входной двери периодически попадается на aliexpress по цене менее 5 долларов особенно на распродажах и в разделе супер предложений каких-либо сбоев в процессе тестирования я не увидел хотя остается открытым вопрос сколько времени реально проработает батарейка это можно будет узнать только в ходе эксплуатации на этом все если видео было вам полезным и интересным ставьте лайки это поможет находить его другим людям которым интересна тема умного дома если вы не хотите пропускать новые обзоры подписывайтесь на мой канал в описании под видео вы найдете все необходимые ссылки на магазины где можно купить это устройство на другие видео упомянутой или соответствующей этой теме там же вы найдете ссылки на мой телеграм-канал страницу facebook и группу общения по умному дому присоединяйтесь будет интересно спасибо за внимание до новых встреч всем мира спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!